привет с вами саша и сегодня 1 апреля я почувствовала в душе частичку монтажника поэтому я выгнала рому что-то сложного и сегодня вместо него расскажу вам а вот этой вот белой коробке но сначала вас буду мучить техническими характеристиками как написано книги которую я раздаю всем своим дилерам это внутренний кассетный блок однопоточный который применяется только в мультисистемах mxz и пуми боже сколько сложных букв я думала это будет веселее ну ладно продолжаем нашу скучную лекцию производительность два с половиной киловатта расход воздуха от 360 до 528 метров кубических воздушный поток регулируется с инфракрасного пульта дистанционного управления в четырех направлениях вверх вниз влево вправо инфракрасный пульт дистанционного управления поставляется в комплекте есть возможность подключения проводного пульта пар 33 через интерфейс mac333 возможность подключения вай фай интерфейса для местного и удаленного управления mac367 а также подключение через соответствующий конвертер в сети модбас лонворкс уровень шума на данной модели 26 децибел встроенный дренажный насос может поднимать образовавшийся конденсат на высоту до 500 миллиметров в размере блока слишком много цифр поэтому лучше увидеть их кстати высота блока позволяет использовать его при малом запотолочном пространстве а именно 190 миллиметров в размере декоративной панели не меньше цифр поэтому вот крепится декоративная панель к внутреннему блоку с помощью шести винтов панель идет как опция и приобретается отдельно от внутреннего блока сервисный люк в потолке делать для этой модели не требуется так как доступ к электронному модулю и фреоновой магистрали осуществляется через боковые дверцы декоративной решетки эта коробка применяется в помещениях в которых недостаточно места для других коробок настенного исполнения в комплект кассетной коробки входит сама коробка инфракрасный пульт батарейки две штуки крепежные винты складыш со схемой монтажа блока фух сложно давайте лучше разберем ее ну собственно говоря вот такая вот у нас панель декоративная белого цвета имеет матовую поверхность как девочка монтажник одобряю имеем мы на этой панельки вот такую вот штучку фото приемник индикации включения выключения и так легким движением руки открываем вот эту вот штучку умники называют ее защитной решеткой и что же мы здесь видим стандартные воздушные фильтра так что же дальше вижу болтики не вижу препятствий давайте открутим а это у нас сервисный люк так вот он какой у нас фото приемник электрический модуль и электрическое подключение по традиции вижу болты не вижу препятствий откручиваем а так вот какое у нас межблочное соединение с 1 с 2 с 3 логические сюда наверное подключают наружный блок так вижу еще не все болты я открутила давайте посмотрим что здесь так как я понимаю это еще один сервисный люк здесь у нас происходит подключение фреоновых магистралей и вот такого вот дренажного шланга который идет в комплекте так давайте уже снимем эту штуку и посмотрим что же там у нас еще есть так ну собственно говоря вот у наш внутренний блок красивенький ой еще что-то маленькое такое есть так ладно что мы здесь видим температурный датчик теплообменник и из очевидного лопасть вот еще одну мягкую штучку для вас нашла скорее всего это для того чтобы вам было не так шумно так и остался у нас еще один момент болты и уже все открутила давайте посмотрим что там внутри так что же мы здесь видим это подключение фреоновых магистралей это жидкость это газ ну а здесь логично подключается дренажная трубка вот как то так но собственно говоря уже все а стоп сейчас то что должно было быть в самом начале но я же девочка делаю что хочу поэтому вот есть у нас такая коробочка что мы здесь видим это инструкция для монтажников в этой ячеечке по всей видимости красивый пульт как у всех митсубиши вот такой вот он беленький а в этой ячеечке мы видим кулечек здесь болты шайбочки и держатель для пульта ну все с вами была монтажник саша надеюсь все было доходчиво понятно ну и не забываем да лайки подписки комментарии а то я слежу за вами имейте в виду всем пока